Всем привет! Меня зовут Авет, и я рад приветствовать вас на FIMO TV. В этом видео я хочу показать, как сделать очень оригинальный браслет восточной мозаикой. Для этого я выбрал несколько подходящих друг другу цветов полимерной глины FIMO. Также мне понадобится FIMO гель, скалка и лезвие для полимерной глины, основа для браслета, золотая краска и кисточка, несколько текстурных листов от FIMO и влажные салфетки. Для начала работы я подготавливаю одинаковые пласты из подобранных цветов. У меня это несколько оттенков синего, коричневого и изумрудного. Все пласты я прокатываю вместе с текстурными листами. Но для этого я делаю обе поверхности влажной, чтобы избежать прилипания. Вот такие красивые пласты у меня получаются. Пока нужно отложить их в сторону. Теперь подготавливаю из стержа оттенков пласты разной толщины для техники макумэганы. Накладываю все пласты в чередующемся порядке друг на друга и скалкой приктовываю. После чего прокатываю весь блок на пастомашине на самой широкой толщине. Теперь делю пласт пополам, накладываю друг на друга и снова прокатываю. Так несколько раз, чтобы получить очень тонкие слои. Чем тоньше будут слои, тем разноцветнее будет итоговый рисунок. Теперь прокатываю полосы. Полученный итоговый пласт вместе с текстурным листом, чтобы получить глубокий отпечаток. Использую один из текстурных листов, который пользовался раньше. Теперь фиксирую полученный текстурный пласт на рабочей поверхности, чтобы лезвие не двигало его. И самым тонким острым лезвием начинаю срезать всю выпуклую текстуру. Из-под текстуры проявляется красивый разноцветный рисунок макумэганы. Продолжение следует... Таким образом прорабатываю всю поверхность моего пласта, после чего скалкой выравниваю пласт. Текстура полностью должна уйти и пласт должен получиться идеально гладким. Теперь вырезаю пласт с рабочей поверхности лезвием и приступаю уже к составлению мозаики на поверхности браслета. Я использую деревянную основу, так как она легче самодельной основы из сорной пластики, но ее тоже можно использовать. Промазываю небольшой отрезок поверхности деревянной заготовки фимо гелем для надежного сцепления глины с основой. Теперь из всех пластов с текстурой из макумэганы вырезаю всевозможные четырехугольники. Стараюсь делать их, насколько возможно, разными, чтобы получить интересную мозаичную поверхность. При соединении пласта с поверхностью стараюсь не оставлять под ними пузырьков воздуха, так как во время запекания воздух в них еще сильнее расширится и полностью испортит всю работу. Также углатываю все заготовки на одинаковом расстоянии, чтобы швы мозаики выглядели аккуратно. Еще стараюсь не слишком сильно прижимать с поверхность, чтобы не испортить текстуру. Если вы не уверены, что сможете не оставлять отпечатков пальцев, можете делать поэтапное декорирование, например, покрыв определенную часть браслета, после чего запечь его и продолжать декор уже после запекания. Продолжение следует... Я же полностью покрыл всю поверхность браслета и отправляю его запекаться на 30 минут при температуре 120 градусов. После запекания я оставил браслет полностью остыть и начинаю тонировку золотой акриловой краской. Немного краски из тюбика я выдавливаю на рабочую поверхность и кисточкой тщательно прокрашиваю все углубления, как швы, так и углубления текстуры. Сразу после тонировки начинаю счищать влажной салфеткой краску с поверхности. Если краска сразу схватилась, можно использовать жидкость для снятия лака, чтобы вернуть поверхности Макумы Ганны яркие оттенки. Если же некоторые части требуют еще более сильного очищения, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. При помощи нее также можно убрать мусор и отпечатки пальцев, если они все же остались. После этого я чистой влажной салфеткой контрольно убираю весь мусор и начинаю покрывать золотой краской внутреннюю поверхность. Желательно сделать это в два слоя, чтобы цвет дерева полностью скрыть. После покраски как лицевую, так и внутреннюю сторону браслета нужно поочередно покрыть глянцевым лаком. При помощи него все цвета заиграют новыми красками и браслет станет еще ярче. После лакировки нужно дождаться высыхания лака и этот оригинальный красивый аксессуар будет готов. Надеюсь вам понравился мой мастер-класс. Если это так, не забудьте оставить свое мнение в комментариях, поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Всем пока!